Бокер Тов, доброе утро! Мы начинаем наш пятый урок в понедельной главе Торы ТЦВ. Мы уже разобрали служение коинов и теперь мы подходим к тому моменту, когда Всевышний говорит, как будет работать постоянно храм. Ежедневно, каждое утро, мы приносим одного ягненка в жертву. Эта жертва всесожжение. Ее режут, свяжут, делят на четыре части, сжигают. Шкура достается коину, который ее приносил. Жертва не обрызывается кровью, не обмазываются углы жертвы, как в случае жертвы Грегочейна, а обрызывается. Жировые части сжигаются, сжигаются, туша, все сжигается. И вместе с этой жертвой сжигается и мучное приношение. Берут один амер, это одна десятая эйфы, муки. И смешивают ее с четвертью Грегочейна оливкового масла. Не пишется, что особой чистоты, как для миноры, обычного. Это смесь, которую мы сжигаем. Сначала ее варят, потом пропекают, преломливают, потом сжигают. И возле они вина тоже идет четверть Грегочейна. Сколько эти единицы представляют, во всех молитвах разные данные мы точно не знаем. Есть мнение, что Грегочейн это 6 литров. Есть мнение, что меньше пишут. Есть мнение, что амер, который мы сжигаем муки, мера веса муки, это около 2 килограмма 730 грамм. Вот есть такое мнение. Или пишут, что это 3,9 литра. И такое же жертвоприношение мы приносим в посеполудненное время. Тоже 1 ягненка, тоже мы приносим четверть Грегочейна оливкового масла, четверть Грегочейна вина. И естественно муки 1 номер, 1 десятая часть эйфы. Вот эти жертвы ежедневные. И если это не суббота, то так это и есть. Если суббота добавляется еще 2 ягненка, называется это молитва Мусав. Вот с такими же хлебными приношениями вина и масло приносится он. И пишется, что если это, допустим, праздник Рошходыш, то добавляются праздничные жертвы Рошходыша. Это у нас 2 молодых быка, 1 баран, 7 ягнят. И с каждым животным приносится определенное количество муки. Допустим, с быком идет уже не 1 номер, а 3. И масло, соответственно, идет на нем полгина. И вина столько же. С быком, а с бараном идет меньше. В общем, мы это будем разбирать дальше. Это будет описано в Торе дальше. Мы сейчас не будем глубоко вдаваться. Но насколько сильны эти жертвоприношения, что пока в храме приносили жертвы, 2 ягненка эти в день. Римляне не могли завоевать Иерусалим. Ничего они не могли сделать. Когда у нас закончились ягнята, мы начали покупать у римлян. Там невероятные деньги какие-то ведрами давали римлянам, чтобы они нам присылали ягнят. И они нам, мы спускали на веревки со стены ведро крепостное, а они нам на веревки привязывали ягнят. Мы их забирали и приносили в жертвы. И сказали римлянам, что пока евреи будут приносить эти жертвы, вы его никогда не завоюйте Иерусалиму. И они взяли, привязали в следующий раз свинью. Свинья уперла стены ногами своими и лопнула стена Иерусалима. В общем, они победили. И так сказали, в годе написано, что проклят тот, кто обучает своего сына мудрости и лимской, и проклят тот, кто выращивает свиней. Вот такая интересная года у нас есть. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Продолжение будет на нашем уроке постоянном в час дня. Если будет запись, я ее выставлю. Всем всего самого наилучшего. Сейчас про чем для поднятия души. За поднятия души Яков Бен Нахум, Владимир Бен Григорий, Леви Бен Шмуэль, Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, за здоровье Светлана Бат Клара, Анна Бат Ривка, Полина Перл Бат Соня Сура, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Инесса Бат Моэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат Ида. За здоровье и за хороший шедух Арон Ребен Двора, Денис Бен Нахум, за хорошую работу Денис Бен Нахум. Всем всего самого наилучшего, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы тормой мы могли распространять, как можно больше делитесь. Всем всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok